Это аналоговый фильтр. Знаете, как я задолбался его паять и считать? А это кроссовер. Я сделал его вообще максимально простым. Работает он хреново, паять я его задолбался. Пора с этим заканчивать. Пора переходить в цифру. Чипзиповцы молодцы. Они сделали маленькую платку DSP, пригодную для самоделок, и программатор. Вот платка DSP. Я над ней уже поиздевался маленько. Два входа, четыре выхода, отношение сигнала шум 100 дБ, 104 дБ. И программатор. Давайте разберемся, как им пользоваться. На плате DSP нужно подключить осциллятор сначала. Я отсюда отпаял эти вот штуки. И припаялся прям проводами. М-клок. Подключаем к М-клок. ОСЦ к ОСЦ. И землю к земле. Далее. С программатором соединяем землю. СДА. СДА. СЦЛ. СЦЛ. И питание. Питание удобно подключить тоже от программатора. Для первых тестов. Потом, когда он у вас будет в самоделке, питание можно будет, наверное, не подключать. Переходим к установке программы. Идем на сайт Analog Devices и качаем оттуда Sigma Studio. И устанавливаем ее. В Sigma Studio заводим новый проект. Находим в списке наш DSP. Это ADAO 1701. Перетаскиваем его на рабочую область. Находим в списке программатор USB-I. Перетаскиваем его в рабочую область. Соединяем. Все адреса вводятся автоматически. Вроде бы их менять не нужно. Подключаем программатор. И вот здесь штука должна загореться зеленым. Теперь переходим на вкладку Schematic. И делаем простенький проект. В дереве пункт IO. В нем Output. Output. Перетаскиваем на рабочую область. В дереве Sources. Osceillator. SineWave. Соединяем их. Включаем. И нажимаем вот на эту кнопочку. Это загрузит программу в наш DSP. Вот здесь в уголочке появится надпись Downloaded. Если все нормально. И на выходе в одном из каналов у нас будет звук. Успех. Однако. Если отключить и включить питание. Звук пропал. Дело в том, что прошивку надо записать на энергонезависимую память. Вот на эту микросхемку. Сейчас я покажу как это сделать. Переходим обратно на вкладку Hardware Configuration. Находим в дереве E2Prom. Перетаскиваем его в рабочую область. Соединяем его с USB-i. Тут должен быть адрес 0xA0. Дальше правой кнопочкой по E2Prom. Свойства. Здесь вводим. 24C64. В этой микросхеме 64 килобита. 6, 5, 5, 5, 3, 6. Готово. Теперь правой кнопочкой по ADAU 17.01. Write latest compilation to E2Prom. И вот опять у меня ничего не работает. Я не знаю, почему-то это иногда случается. Мне помогает перейти обратно на схематик. Снова загрузить программу в DSP. И повторяем. Вот пошло. Записалось. Проверяем. Гудит. Питание отключил. Питание включил. Снова гудит. Ура! Давайте теперь сделаем пример чуть поздравнее. Выбираем наш генератор. Добавляем сюда вход. Появляются сразу два входа. Добавляем выход. Теперь в дереве filters. Кроссовер. Кроссовер. Двойной точности. Двухполосный. Один кроссовер. Второй кроссовер. Входы. Подключаем к входам кроссоверов. Низкочастотный сюда. Высокочастотный сюда. Низкочастотный сюда. Высокочастотный сюда. Так. Это я лишний добавил. Вот мы уберем. Посмотрим, что там в кроссовере. Ну, вообще странный какой-то кроссовер, конечно. Ну, ничего. Послушаем, что получится. Загружаем. Запоминаем. И сейчас подпаяем джек. Будем тестировать. Подпаял джеки. Запитал от аккумулятора. Поехали. Это канал с высокими частотами. Канал с низкими частотами. Отлично. Спасибо Игорю из Deluxe Acoustics и Ивану за то, что наконец подвигли меня в этом разобраться. Хороших вам самоделок и бредовых идей побольше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok